Девушки отдыхают 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 вот таким вот способом делали у нас в свое время в старину наши бабушки прабабушки именно масло которое мы сейчас употребляем на завтрак а раньше вот вы делали вот таким способом все делалось из дерева натуральный такой вот продукт ну а следующее что у нас это довольно таки тоже интересные вещи вот это у нас хомут вот это у нас одевалась на шею лошади и при помощи телеги получалось вот такая вот тяга и вторая вещица довольно таки тоже не менее интересно это у нас седло седло вот кожное сожалению уже потертая но сами понимаете это был предмет обихода ежедневного раньше вместо машин скакали на лошадках к сожалению не шикарное состояние но довольно таки еще бодро и вот все на месте все причиндалы вот вот такой предмет очередной я буду сдавать в краеведческий музей вот при школе так что я думаю сюжет войдет как я буду передавать это все ну а так что приехал я в гости погулять на день рождения так что сейчас наверное за стол ну все продолжаем и смотрим мой канал всем ребят привет выхлему на очередной коп а сегодня я не один а с одним из знакомых на прошлых копах я познакомился с ним а номер телефона он мне оставил время свободное мне оказалось но по прошлым годам сейчас к сожалению мы не приехали везде старые ямки очень большое количество комрадов здесь побывало все о нем знают и сегодня приехали испытать удачу может быть как нибудь что-нибудь у нас получит так что посмотрим в принципе места зачетные травка еще не высоко поднялась так что может быть еще что-нибудь у нас сегодня выпадет но ничего не обещаю если вы это видео видите значит что-то у нас есть ходим мы по полям по задним частям огородов в общем по склонам результат изначально мы попали на той стране вот анатолий у нас подняла несколько царей я вам покажу их я видео только сейчас сначала снимать потому что у меня находок пока нету но время еще есть и так что я думаю что нибудь у нас и выпадет шмурдяк я вам показывать не буду покажу только интересные находки и потом общим планом что у нас получилось так что посмотрим посмотрим ветер очень сильный не знаю как будет в камере слышимость вот но результат итог вы посмотрите не знаю как у нас сегодня вы так что смотри не переключайся итак ребят у меня находка хожу я по задам по задам участков здесь вот рядышком церковь в которой мы поезжали вот у меня находка ничего особенного но разве то что сафранчик очень хороший это у нас три копейки двадцать шестого года такая зачетная монета да сейчас я вам покажу все находки которые я не снимал с того что полный шмурдяк отстой приехал за царями а царей совсем нет сейчас я на лопатку выложу все находки которые я сделал их немного но интересно можно чем показать так и за интересно вот такая интересная вот накладка очень любопытно такая знаете мельница какая-то старая такая знать но цвет металла железо просто накислилась и я его и за это не поднял вот такой вот еще жетончик так вот такой вот жетон тоже непонятного характера я бы его не брал но в центре имеется какая-то надпись что за надпись может быть чуть позже разглядим так вот такой вот еще совет убитый напрочь у нас три копеечки шестьдесят первого года ничего особенного так вот такое колечко обручальное конина резная и вот только что поднял три копеечки двадцать шестого года пока вот так вот ничего особенного продолжаем гулять дышать отдыхать заниматься любимым делом и так мне здесь вот такие вот ребята решили составить компанию а тара овец пришла откуда-то непонятно так что вот из-за этого закапывали саму ямку потому что это животные скатили иногда ну и естественно потом к нам претензии ямки закапывали за собой ямки а то мы вот сюда вот приехали на этот склон думал здесь не можно но нет ямки все-таки прошлогодние есть ладно посмотрим так ребята устали мы по полям ходить и решили спрятаться в тенечке и пошурфить нашли вот такое здание оно у нас уже внутри начатое шурфленое шурфились ребята здесь вот тоже есть шурф раз такой объем работы выполнен возможно находки здесь были и мы хотим попробовать тоже зашурфиться здесь до конца добить день и уже отправиться домой по словам здесь раньше был как бы купеческий дом советское время превратилось в почту рядом с этому с домом была ярмарка вот за этой вот стеной ярмарка но посмотрим все конечно все сами увидите ну включусь когда будет находка итак ребят первая находка в этом шурфе ну как находка я все таки отнесу вот такая вот монетка окаменелая такая знаете сказать что за монета не могу либо одна копеечка советская или же одна четвертая копейки не знаю окаменелось прям жуть определить номинал монеты совсем нельзя невозможно где-то полчаса и первый сигнал только вон там он еще один зачетный домик стоит тоже старенький как вы видите возможно тоже какой-то магазин был потому что деревня была очень богатая ну а так так пошевеляемся еще немножко не охота мне ходить по жаре по солнцу так что останусь здесь продолжаем так ребят здесь вот такой домик сейчас мы зайдем посмотрим может не шурфленый здесь вот заложен шурф очень здоровский шурф и здесь тоже шурф и вы знаете любопытный факт смотрите вот она лежит кругленькая интересно что это это у нас советская монета 3 копейки так 3 копейки 54 года даже копать не пришлось зачетно ну ладно итак ребята возвращаемся уже домой решили заглянуть на моё поле которое я в прошлом сезоне открыл в этом несколько раз выезжал находки здесь в принципе советские все вот и как-то на рыбалке я был видел здесь снова пахал трактор и вот смотрите как идеально трактор все спахал пробурновал вообще идеальное поле ни одного крупного комка и был у нас дождь недавно и смотрите верховая верховая находка сразу могу сказать что это советик трешка чистенькая дождик ее вымыл берем смотрим и это у нас с пятьдесят пятьдесят третьего года пятьдесят третьего года трешечка с ссср вот такая вот находка зачетно вот так вот здесь мы ходили но после барановки снова находки продолжаем и так ребята очередной сигнал надеюсь что это монета берем в руки и смотрим герб советский а здесь как калик непонятной ну по размеру пятнашка в квадрате вот такая вот монета да 1935 похода или что-то в этом роде 36 ладно продолжаем и так ребята у меня очередной сигнал и с радостью могу сказать что это монета монета советская вот она у нас лежит посмотрим что за монета так монета 35 года 3 копейки 35 так герб в каком сохране у нас ну в принципе герб в неплохом бодром таком сохранчике зачетная монета забираем не оставлять же ее здесь нет конечно земле и народные предметы тем более металлы ни к чему а нам в коллекцию самый раз и так ребята вон в той вон ямочке вот в этой я поднял 3 копеечки прошелся вот сюда вот был сигнал и вот в камушке как вы видите торчит гурт сейчас вместе с вами будем ее распаковывать да это у нас монета монета что у нас за монета 3 копейки сейчас скажем год ооо ребят дэйт год совсем свежий 1961 да 61 год ничего особенного сегодня у меня такая уже была так что так что ладно у Толяна что-то ничего пока нету ну ничего посмотрим дальше и так ребят у меня очередной сигнал и это у меня очередная монета монета у нас 10 копеек 1950 года рамочник ну в принципе неплохого такого состояния но мудручающий вид имеется на нем какие-то изъяны в виде ударов ну ладно а так рельеф высокий забираем и продолжаем и так ребята сигнал за сигналом пошел вон там у меня только что поднял монетку 10 копеек прошел немножко в сторону и выпал очередной монетоз наверное 2 копеечки судя по размеру о старый герб это радует что за монета 10 копеек щитовик 33 года 10 копеек рамочник был только что а сейчас щитовичок все продолжаем там вон Толян лазит у него очень странный прибор какой-то непонятный как называется так не могу запомнить какой-то непонятный чисто американский ну ладно продолжаем и так ребята только что вот в этой ямке я поднял 10 копеек в этой был сигнальчик и поднял еще одна вот она еще одна монетка это у нас советик очередной я удивился бы здесь поднял царя и год и год 1941 год двушечка классно между прочим вот на этом вот пятачке последние наверное 6 монет поднял походу здесь в свое время был дом и его постепенно все разносит и распахивает и я как первую находку сделал я радиусом вот так все больше делал больше и больше и того у меня радиус уже получился наверное в диаметре метров 15 вот и все увеличиваю и увеличиваю этот радиус и находки в принципе нормальные вон оттуда я начал и пошел пошел увеличивая радиус и в конечном итоге две подряд находки прямо здесь вот рядышком ладно продолжаем итак я ребята позвал Толяна сюда потому что здесь находка за находкой вот у меня очередной монитосик выпал ну к сожалению уже какой-то каменный по размеру двушка а так непонятно что это не знаю что это такое что-то какой-то странный может даже не монета какая-то она легкая ну ладно что-нибудь интересное будет продолжу вот такая фиговина итак ребята буду заканчивать свой видеокоп коп получился грубо говоря третий подряд ну мягко сказать говнокоп какой-то у меня получился но все же сделаю отчет по находкам по традиции изменять традиции не собираюсь так что коп как он есть кладов нету пока показывать хвастаться нечем так что копаем то что на самом деле есть многие выкладывают клады шикарные там видео выходы но не знаю как у них но у нас пока все плачевно так что сейчас обзор по обзору у нас получилось вот так вот сегодня мы копали с Анатолией и получилось у нас вот так вот вот такой вот разряд шмурдика по монетам вот такое количество это у нас большое количество трешек получилось трешка 26 54 54 53 61 это тоже 61 35 интересная монета так это у нас пятнашка две двушки 41 и 48 червонцы полтин до 50 33 это непонятно и это непонятно ну и по царям как получилось двушка 1908 года такая бодренькая и копеечка немножко убиенная но царь есть царь 1896 года вот так вот результативно мы сегодня отдохнули погуляли набрали вот такое количество находок покатались прилично скатали много мест и в итоге оказались в этом красивым зачетом месте ну и все на этом и закончим всем пока и удачи всем пока и удачи всем пока и удачи